Нарушители Московского региона наездили на 30 миллиардов Нарушители Московского региона наездили на 30 миллиардов При этом автопарк Москвы впервые сократился, а область и вырос 2. Коммерсанту от 8 февраля 2019 года 12.10.31,7 миллиарда рублей Такова общая сумма штрафов, которые вынесли подразделения ГИБДД в отношении водителей-нарушителей в Москве и Московской области Количество постановлений стабильно растет из года в год А вот размер столичного автопарка, как выяснил твердый знак, впервые за много лет уменьшился на 5% Столичные власти называют это незначительным изменением в пределах большой агломерации Главное управление МВД по Москве и Московской области представили по запросу твердый знак данные о количестве нарушений ПДД в 2018 году В столице было возбуждено в общей сложности 27,4 миллиона дел об административных правонарушениях Из них 25,5 миллиона нарушения, выявленные с помощью камер Вынесено штрафов на общую сумму 21 миллиард рублей В Московской области было вынесено 14,9 миллиона постановлений, из них 13,5 миллиона В автоматическом режиме, общая сумма штрафов составила 10,7 миллиарда рублей Таким образом, общая сумма штрафов, наложенных на водителей столичного региона, составила 31,7 миллиарда рублей Это примерно 30% всех штрафов, которые выносятся по всей стране, следует из данных ГИБДД России, обнародованных ранее В 2017 году в России было вынесено 129,2 миллиона постановлений, плюс 17%, на общую сумму 113,7 миллиарда рублей Между тем, на фоне увеличения числа штрафов в московском регионе в 2018 году объем автопарка в столице сократился на 5% впервые за много лет Столичные власти регулярно обращают внимание общественности на то, что транспортная ситуация в городе улучшается, несмотря на прирост числа машин В Московской области, наоборот, количество зарегистрированных транспортных средств увеличилось на 2,7% Все это происходит на фоне рост и продаж автомобилей По данным агентства «Автостат», за 2018 году столичный рынок авто вырос на 12,1%, было продано более 238 тысяч машин Подмосковные на 15,3%, было продано 136,3 тысячи машин Исчезновение с московских дорог 250 тысяч автомобилей Все заметили бы, говорит координатор движения «Синей ведерки» Петр Шкуматов Возможно, москвичи стали активно избавляться от старых автомобилей, продавая их в регионы Хотя эта тенденция наблюдается уже давно не только в прошлом году, говорит он Еще одна версия ГИБДД начала чистить базу от различного несуществующего хлама Автопарк может сокращаться по совокупности причин, считает эксперт по регистрации автомобилей Борис Ионов Среди которых миграция населения и переоформление ТС Снижение доходов жителей Сокращение числа граждан, получивших права Отказ от личных автомобилей Твердый знак составил топ-10 самых популярных нарушений ПДД 2018 года Увеличилась стоимость владения автомобилем Выросли транспортный налог и ОСАГО Ощутимо повысилась плата за парковку Значительную роль стали играть штрафы за скорость и неправильную парковку Добавляет операционный директор Акавилон по люкс направлению Вагив Бекулов Стремительно развивается каршеринг и общественный транспорт МЦК Новые станции метро Сейчас, к сожалению, стоимость автомобиля одинакова для всех вне зависимости от дохода Из-за штрафов и платной парковки происходит подорожание каждой поездки на автомобиле В связи с этим, отмечает господин Бекулов Люди начинают задумываться о целесообразности покупки второго или даже первого автомобиля Появляется больше домохозяйств вообще без транспортного средства Снижение автопарка продолжится и дальше в масс-сегменте Заметил он, между тем продажи новых машин растут При этом из продаж вымываются автомобили с пробегом Если говорить о количестве автомобилей, то неправильно смотреть Москву в отрыве от Московской области Заявили твердый знак в столичном центре организации дорожного движения 50% автомобилей, которые передвигаются по дорогам Москвы приезжают ежедневно из Московской области 50% столичные Мы видим круглосуточные поездки между Москвой и областью В зависимости от времени суток их то больше, то меньше Важно также понимать, что у каждого автовладельца разный режим пользования машиной Одни используют каждый день, другие больше вечером и на выходных Поэтому поездки совершаются постоянно Тем не менее мы также видим небольшую динамику уменьшения количества автомобилей на дорогах Москвы Но она незначительно в пределах такой большой агломерации В день по Москве передвигается 3,2-3,6 миллион машин в зависимости от времени года Иван Буранов